На очередной ярмарке вакансий представлено на около 300 рабочих мест. Впервые в ней приняли участие госорганы. Для госорганов это первый опыт участия в ярмарке вакансий, так как на госслужбу поступают с низов. После соответствующего конкурса желающим работать в этой сфере была дана подробная консультация, собранная их резюме. Сегодня мы представляем во внимание населения более 137 вакансий. Из них 20 вакансий это руководящие должности, 6 вакансий это из судебной системы, 20 вакансий это из правоохранительных органов и остальные из местных и территориальных органов. В первую очередь мы сейчас разъясняем и пропагандируем, и как бы информируем, даем юридические консультации, как поступить на госслужбу, как пройти тест. В бюджетных организациях нехватка учителей и врачей. Медработники необходимы и в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Впервые принимаем участие в ярмарке вакансий. Все наши 9 вакансных мест заинтересовали соискателей. Они оставили резюме, в частности, на должности врача-эпотезиатра, стоматолога, хирурга, терапевта и другие. 170 вакансий в различных организациях и предприятиях города. Требуются маркетологи, логисты, бухгалтеры, продавцы, юристы, электрики, автокрановщики и другие. Многие, пришедшие на ярмарку, аврели долгожданную работу. Получила направление в ТО «Ритейл АА» на должность кассира. До декретного отпуска работал кассиром в одной из частных организаций. Но меня не устраивал размер зарплаты. Надеюсь, на новой работе будут перспективы. Также острая нехватка рабочих требуются сантехники, слесаря, плотники, газоэлектросварщики, токари, сборщики мебели и другие. В целом, с начала года к нам обратились свыше 6 тысяч человек. Половина из них трудоустроены. Ярмарки вакансий эффективно помогают в решении вопросов трудоустройства. С начала года на них обрели постоянную работу около 2 тысяч человек. Агуль Аханова, Ахан Алиев, Досхан Сатпай, телеканал «Казахстан Казларда».